Добро пожаловать на фестиваль Манны, который ведет международный евангелист, учитель и автор Перри Стоун. У вас есть уникальная возможность узнать пророческие и практические истины. Пора насладиться свежей Манной, поэтому готовьтесь получить благословение и ободрение. Итак, встречайте вашего ведущего и учителя Перри Стоуна. Программа Маннафест транслируется по всему миру. Вы знаете, что мы учим Библии как Ветхому, так и Новому Завету. Мы обучаем христиан по всему миру, преподавая им христианскую веру. Как христиане могут быть уверены, что то, во что они верят, является истиной? В мире существует пять основных мировых религий, каждый из них создал лидер этой религии. Например, Мухаммед — основатель исламской религии, Христос — основатель христианской религии, Авраам — основатель иудейской веры. Но как знать, что вы верите в истину? Во-первых, в каждой из мировых религий есть свои фундаментальные идеи, есть свой путь к этой религии. Если взять все пять основных мировых религий — индуизм, буддизм, христианская религия, ислам и иудаизм, то все они верят в то, что существует небеса или рай. И также все пять религий верят в то, что существует место, которое мы, христиане, называем адом. В других религиях у ада может быть другое название. Также каждая из этих религий верит в то, что в человеческом теле есть душа и дух, и что тело подвержено смерти. И также все пять религий верят в то, что каждый человек однажды предстанет перед судом. Итак, пять абсолютно разных религий, но все же они имеют четыре общих идеи. Это стало возможным, потому что в первые две тысячи лет от Адама до Вавилонской башни все люди говорили на одном языке. Поэтому до потопа и также у сыновей Ноя, Сима, Хама и Афета были определенные убеждения, то, во что они верили. Во-первых, они знали, что Бог один, и также люди, которые населили мир, уже после потопа знали, что на земле произошел потоп. У древних халдеев были истории о потопе. Также на скрижалях, в древней Месопотамии, нашли изображение потопа. При этом название данного события другое. В Месопотамии оно называлось «Эпос при Гильгамеша». Но это все то же событие, и археологические раскопки последних двух веков это доказывают. Поэтому, если Адам знал, что существуют небеса, то эта идея могла передаваться людям на протяжении двух тысячелетий. Если Адам понимал, что Бог создал ад, и что существует дьявол, а Иисус сказал, что ад был приготовлен для дьявола и его ангелов, то мы понимаем, что на протяжении первых двух тысячелетий все люди понимали, что существует место, которое мы называем ад, и что будет суд. Все эти идеи в разных религиях чем-то похожи, хотя у всех этих религий разный Бог. Но основные идеи все же совпадают, и формировались они еще в первые два тысячелетия до Вавилонской башни. И затем языки народов разделились. После Вавилонской башни на Земле было 70 языков. Люди начали использовать свои собственные идеи и верования. Отсюда появилось идолопоклонство. Люди начали поклоняться лже-богам. У них начали возникать самые странные идеи. Они в своих народах сформировали свои собственные идеи. И это приводит нас к вопросам, которые я хотел бы обсудить в сегодняшней программе. Как мы можем знать, что христианство — это истина, а не просто одна из пяти основных мировых религий? Почему христианство отличается от всех остальных мировых религий? Вот о чем я хочу поговорить с вами сегодня. Мы должны начать с понимания следующих трех пунктов. Пункт первый. В Библии были пророки. В основном пророками были мужчины и лишь изредка женщины. Было 60 основных пророков и 25 второстепенных. Ко второстепенным относятся пророк Гаат, пророк Нафан. Сейчас этих пророческих книг уже просто не существует. Итак, 60 основных плюс 25 вспомогательных. Все эти люди в Ветхом Завете считались пророками. И второй пункт. В Библии есть пророчества. Из 8352 стихов — 1 тысяча. 239 стихов являются напрямую пророческими. Это явно делает Библию пророческой книгой. Кстати говоря, в Библии 39 книг Ветхого и 27 книг Нового Завета. То есть всего 66 книг. В Ветхом Завете, от книги Бытия до книги пророка Малахии, одна треть всех стихов — это пророчества, которые еще не исполнились. Если мы возьмем одну треть пророческих стихов Ветхого Завета, то треть из них еще не исполнилось. Ученые насчитали от Матфея 1 главы 1 стиха до последнего стиха Откровения 318 предсказаний о пришествии Христа или о событиях, связанных с Его возвращением. Поэтому, если мы возьмем треть неисполненных пророчеств Ветхого Завета и также 318 пророчеств о возвращении Христа, о суде, о конце времен, то становится очевидным, что Библия — это книга пророчеств, то есть книга, которая открывает нам будущее. И вот что отличает Библию от всех остальных книг, существующих в мире, слово «пророчество» и слово «пророк», что это такое? Кто такой пророк? Это человек, который по вдохновению Духа Святого предсказывает то, что будет иметь место в будущем. Итак, что же отличает Библию и истинную христианскую веру от всех остальных мировых религий? Тот факт, что она предсказывает события будущего, с удивительной точностью. Одно дело — просто что-то предсказать, и совсем другое дело — увидеть это исполнившимся. Мы находимся в месте, где мы еще никогда не снимали программу «Манофест». Я подхожу к моменту, когда смогу сказать вам, как убедиться, что Библия — это истина. Но говоря о пророчестве, мы прежде всего должны сказать, что Библия говорит о войнах, которые в основном будут происходить ближе к концу времен. Конец века — это период времени, неопределенное количество лет, которое будет на земле перед тем, как Христос вернется на землю, чтобы забрать свою церковь, которую Новый Завет называет «невестой Христа». В связи с этим я хочу дать вам три пункта. Иисус в Евангелии от Матфея, 24 главе, говорил о признаках последних времен, находясь на Елеонской горе. Мы как раз находимся напротив верхней части той самой Елеонской горы. И вот, находясь на Елеонской горе, Иисус говорит в Евангелии от Матфея, в 24 главе, что в последние дни будут войны и военные слухи, что восстанет народ на народ и царство на царство. Он использует здесь греческое слово «этнос», переведенное как «народ». Ясно, что имеются в виду этнические группы. Позвольте вас спросить, происходят ли на земле этнические войны или даже этнические чистки? Конечно. И они, кстати, длятся уже довольно долго. Итак, мы видим, что в конце времен одна этническая группа будет выступать против другой этнической группы, и между ними будут воины. Вот о чем говорил нам Иисус. Это пункт первый, и мы видим это в наше время. Так что еще раз запомните, целых 60 основных пророков и 25 второстепенных делают Библию такой значимой. 8352 стиха пророчества, а они указывают на все времена. А теперь второй пункт. В книге Иезекииля, 38 и 39 главах, говорится о том, что будет война Гога и Магога, и перечисляются народы, которые нападут на Израиль. Как мы видим, все эти народы являются исламскими странами. Среди этих народов некоторые исповедуют радикальный ислам. Также Иезекииль упоминает народность, которая будет во главе всех народов, выступающих против Израиля. Лично я воспринимаю это очень серьезно. Это библейское пророчество. Пророк говорит, что в Башане, то есть в Голден Хайтс, произойдет битва против Израиля. Потом говорится о долине на востоке моря, а это место находится на востоке Иордании. За Елеонской горой, что за моей спиной, на другой стороне Мертвого моря, произойдет еще одна великая битва. Поэтому будут две больших битвы. И я скажу вам, что в этом такого странного. Дело в том, что до 67-го года Башан относился к Сирии, а не к Израилю. Но в 1967 году Израиль аннексировал регион Башан. Пророк Иезекииль говорил о том, что враги придут в Башан, чтобы напасть на Израиль в войне Гога и Магога. Сначала это было пророчество, но это предсказание исполнилось в наши дни. И Израиль вернул себе эту территорию. Потому что если Бог дает некое предсказание, никто не сможет это остановить. Если приходит время для исполнения Божьего слова, никто этого не остановит. Я хочу обратиться сейчас к американцам. Если Бог поднимает лидеров, вам их не остановить. Если Бог поднимает на какое-то время определенного лидера, то это Божий план, это Божья воля. Потому что Бог сказал, «Я не излагаю царей и поставляю царей». Бог ставит лидеров над нами, и это Он побуждает людей их свергнуть. У Бога есть план, и из Библии мы можем его узнать. Я хочу показать вам еще кое-что интересное. В этих надвигающихся войнах, согласно Откровению 16 главе, 16 стиху, река Ефрат высохнет. И тогда армия из 200 миллионов воинов пересечет реку Посуху, чтобы участвовать в битве Армагеддон. Это последняя битва, которая будет происходить на земле. Слово «Армагеддон» состоит из двух слов, а именно «Хар» и «Мегидда», что означает «гора Мегидда». На этой горе был построен город. Здесь у Соломона было место для колесниц. Город существовал и до Соломона, и после него. Площадь долины Мегидда составляет 367 квадратных километров. Это в основном равнина. И вот что интересного в этой долине. Каждая империя имела сражение на этой территории. И мы видим в пророчестве, что здесь снова произойдет битва. Интересно, что народы сговорятся между собой. Мы читаем об этом в 38 главе Иезекииля. А знаете, какая страна будет во главе этой коалиции народов против Израиля? Иезекииль пишет, что это будет Персия. А Персия сегодня — это Иран. Кстати говоря, я встречал многих иранцев, которые являются прекрасными людьми, и многие иранцы любят Иисуса. Но 20% иранцев настроены крайне воинственно, и они пытаются влиять на Сирию и Ливан. И все их усилия подтверждены пророчествами. Мы должны знать, чем это закончится. Израиль победит все эти армии, выступающие против него. Израиль выиграет в этой битве. А если Бог сказал, что они поразят врагов и победят, то с этим уже ничего не поделаешь. Сколько бы оружия ни было использовано против Израиля, каким бы огромным ни было войско, победа предрешена Господом. Об этом говорится в предсказании. И этим Библия отличается от других религиозных книг. А также Библия предсказывает суды. Со мной сейчас наши партнеры. Погода здесь просто великолепная. Мы еще к тому же видели бармитсву. Если вы слышите на заднем плане звук барабанов, это происходит обряд бармитсвы, обряд, когда мальчики становятся мужчинами. Итак, вернемся к судам. В Откровении 8 главе с 10 по 12 стих говорится, что с неба упадет звезда, и она станет причиной больших разрушений. От греческого слова «звезда» происходит наше слово «астероид». Отсюда также происходит слово «астрономия». Итак, Библия говорит, что прилетит астероид, который принесет огромные разрушения. НАСА уже предупреждают нас, что на Землю летят астероиды. Один из них должен прилететь в 2028 году, другой — в 2032. Ученые пытаются это предотвратить, но Бог предупреждает нас в Библии, что это произойдет. И затем в Откровении 8 главе 8 стихе сказано, что гора, которая будет гореть огнем, провалится в море, и треть всех кораблей будут уничтожены. А вы знаете, что есть острова у побережья Испании, при распаде которых может произойти цунами, который достигнет восточного побережья США? Волны могут достичь 50, 100 или даже 150 футов высотой. Как может гора гореть огнем? Как могут затонуть треть кораблей? Теперь мы знаем, как это может случиться. Если отколется кусок острова и упадет в воду, он образует волну, которая покроет корабли и затопит их. Именно это и происходило во время цунами в Индонезии и во время цунами в Японии. Раньше мы читали эти предсказания, и это казалось нам безумием, но сейчас исследование ученых подтверждает такую вероятность. И также в Откровении 9 главе с 1 по 12 стих говорится о сверхъестественных вещах, которые, если честно, очень сложно понять. Речь идет о саранче, которое произойдет из земли и какое-то время будет мучить людей. К чему я веду? Библия предсказывает все эти события, и также Библия объясняет причину, почему придут все эти суды. Евангелие от Матфея, 23 глава, 37 стих. Города будут подвержены суду за пролитие невинной крови. И в Откровении 6 главе с 9 по 11 стих говорится о том, что мученики, умершие за веру в Иисуса, воззовут к Богу, когда ты отомстишь за пролитие нашей крови. В бытие мы видим, что когда невинная кровь вытекает из тела человека и касается земли, то у крови есть голос, и она может вызывать к Богу в небесах. Итак, одна причина судов – пролитие невинной крови. Вторая причина – Матфея, 23 глава, 35 стих. Иисус предупреждает Иерусалим о возмездии за то, что здесь убивали пророков. То есть Он говорит о том, что когда проливается кровь праведных, высвобождаются суды Бога Отца, потому что Он любит праведность и любит Своих праведников. Третья причина – согласно Откровению, 9 главе, люди не раскаялись в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем. Интересно, что если человек раскаивается и старается оставить грех, то Бог прощает и освобождает этого человека отсюда. Но если вы не обратитесь к Богу, не оставите грех и не попросите у Него помощи, то вас ждут суды. И я хочу объяснить вам, почему. Бог делает это не для того, чтобы Ему это доставляло удовольствие и приносило людям боль, чтобы посылать их в ад. Я так устал от таких обвинений в сторону Бога. Бог знает, что все перечисленные им грехи приносят боль другим людям. Если вы кого-то обокрали, вы причинили этим людям боль. Это относится к любому из грехов. Если человек убил другого человека, он лишил его жизни, лишил возможности продолжить род. Все грехи так или иначе ранят других людей. Поэтому Бог против грехов. Они не только разрушают самого грешника, но и влияют на других людей. Я покажу вам это, потому что, пытаясь доказать истинность Библии, мы, во-первых, должны учитывать пророческую очевидность. Я призываю вас начать изучать 37 главу Иезекииля. Она касается восстановления Израиля. И похоже, что речь идет о периоде после Холокоста. Это долина сухих костей. Бог создает армию и снова возвращает их в их землю. Мы общались в Израиле с теми, кто пережил Холокост, и эти люди верят, что долина сухих костей в 37 главе Иезекииля говорит как раз о тех, кто пережил Холокост. И еще одно археологическое доказательство. У меня осталось всего одна минута эфира. Прямо за моей спиной находится угол древнего храма, участок его стены. Внизу мы видим камни, оставшиеся после разрушения храма римлянами. Это массивные камни, которые были под землей, но были найдены археологами много лет назад. Иисус сказал, и не останется здесь камня на камне. Римляне разрушили храм, а все золото, которое было внутри храма, они отпилили и затем растопили. К чему я клоню? Мы знаем, что Библия истина, потому что она предсказывает то, что происходит в будущем. Ни одна другая религиозная книга на это не способна. Я призываю вас изучать библейские пророчества и все предсказания, находящиеся в этой книге, и тогда вы сможете убедиться в истинности Бога Авраама, Исаака и Иакова, а также Бога Измаила. А вы сможете убедиться, что Бог Яхве — единый истинный Бог, и Он послал Христа, чтобы нам получить прощение грехов и вечную жизнь. И также Библия говорит, что мы будем правиться Христом на земле одну тысячу лет. Если говорить об истинной христианской вере, а не о ритуалах, гимнах, священниках и проповедях, то она заключается в истинных отношениях с Иисусом Христом. И вы тоже можете иметь отношение с Ним. Скажите на это «Аминь», друзья. Аллилуйя! Аллилуйя из Израиля! Аллилуйя из Израиля! Последний пророческий сборник Перри Стоуна уже в продаже. Узнайте, какое будущее ждет Америку, исходя из исторических и библейских источников, в книге Перри Стоуна «Последний шифр» и «Возвращение Христа». Перри изучил и проанализировал важнейшие откровения и их значения. Он расшифровал 20 шифров, и в том числе различные циклы и закономерности, основанные на древних пророчествах Писания. Вот название некоторых глав. Расшифровка и понимание божественных загадок. Пророческие шифры двух городов. Связь с Китаем. Цикл вирусов, как отзвук древних шифров Римской империи. Шифр третьего триместра. Родовые боли. Шифры Америки и их связь с древностью. Шифры Римской империи. Гибель совести и обличение в Америке. Шифры Помпеи. Изобретное слово «на-и». Шифр казны. Американские границы не выдержали. Шифр будущего и образа зверя. Тринадцатая глава Откровений. Снятие шифра с метки зверя. Откровение 13. Интерпретация странных космических знаков. Шифр денег. Подсказка перед распадом империи. Перри также отвечает на вопросы, кто может избежать того, что грядет на земле. Он также раскроет предупредительный шифр от Святого Духа для церкви. Вместе с книгой вы получите два CD-диска «Подготовка и выживание в трудное время». Пришло ли время покидать большие города? Что можно сделать, чтобы подготовиться к грядущим катастрофам и к будущему разрушению? Новый пророческий сборник от Перри, в который входит книга «Последний шифр» и «Возвращение Христа», а также два CD-диска «Подготовка и выживание в трудные времена», теперь доступны при пожертвовании в 35 долларов или больше. Заходите на сайт или звоните по телефону, указанному на экране. Вы также можете отправить нам письмо по адресу, указанному на экране. Номер запроса предложения – FS138. С нетерпением ждем ответа от вас. Перри Стоун приглашает вас присоединиться к его Туру по Израилю весной 2021 года, с 14 по 23 апреля. По желанию, можно будет посетить Петру в Иордании. Позвоните по телефону на экране или зайдите на сайт perristown.org за всей информацией. Места ограничены. Звоните сегодня. Мы сейчас вернемся к нашему выпуску «Оставайтесь с нами». Я хотел указать вам на важность времени, в котором мы сегодня живем. Пророческий сезон. Нет сомнений, что мы живем в цикле пророчеств. История повторяется. Об этом моя новая книга. Я хочу поговорить с вами о последних загадках. Я провел небольшое исследование, и, насколько мне известно, никто не проповедует об этом в соцсетях или на телевидении. Я проводил историческое исследование и сделал несколько открытий, которые так поразили меня, что, когда я начал писать об этом книгу, я буквально не мог уснуть. Я бы хотел, чтобы вы приобрели эту книгу пророчеств. Мы попросили тех, кто знаком со множеством наших книг, дать рецензию и на эту, и они считают, что это собрание наиболее важных пророчеств, которыми Господь сопровождал наше 45-летнее служение. Надеюсь, вы ее приобретете. Мы также хотим известить вас, что 21-й год мы начнем с поездки в Моми, штат Огайо, церковь к моему другу-пастору Тони Скотту. У нас есть очень важное откровение, о котором мы там поделимся. Мы будем служить в субботу вечером, а затем все воскресенье. Надеемся, вы будете там. Мы также хотим напомнить вам, следите за нами в соцсетях. Кстати, о сетях. Мы живем в удивительное время. Давайте немного поразмыслим об этом, прежде чем вернуться к проповеди. Подумайте о том, что мы сегодня имеем возможность быть в одном месте, в студии, и через линзу камеры, кабели, спутниковые тарелки, компьютеры. Мы можем достигать людей по всей Земле за считанные секунды. Происходит задержка всего в несколько секунд, если я проповедую отсюда, и меня показывают в другой стране. Дух Святой проговорил ко мне, и я буду вновь и вновь делиться этим с вами. Это произошло задолго до коронавируса. Он проговорил ко мне однажды в тайной комнате, когда мы были еще в другом здании. Пробуждение придет через линзу камеры. Как такое возможно? Раньше нужно было лететь на самолете, плыть на корабле, готовиться к встрече, создавать рекламу, постеры, снимать зал, приглашать людей, снимать муниципальный зал или готовить место на улице, вести аппаратуру. А теперь, благодаря технологиям, у большинства людей сегодня есть телефон, соединение с интернетом, компьютер, и мы можем оставаться на одном месте и проповедовать Евангелие оттуда. Я хочу поделиться с вами своим планом. Я бы хотел обратиться к служителям и пасторам по всему миру, у которых мы еще не проповедовали. В Южной Африке, Индонезии, Индии. Мы хотим провести что-то, что повлечет за собой пробуждение о вашей стране, о вашем городе, о вашей церкви. Если вы установите большой экран, мы, будучи в Америке, окажемся у вас и будем проповедовать о вашей стране онлайн. Будь то в помещении, на улице, на стадионе. Мы хотим организовать это, чтобы достигнуть как можно больше людей в оставшееся время. Раньше я садился в самолет, в автобус, ехал куда-то, но я понял, что этот способ устарел. Хочу, чтобы вы знали, что с Божьей помощью, с вашими молитвами и поддержкой мы сможем сделать много всего разного и нового, и будем достигать людей. Через линзу камеры будут происходить чудеса. Люди будут спасаться и креститься Святым Духом. Пусть Божье Слово продолжает вас наполнять.